Более 20 лет в спорткомплексе «Прометей» работают секции по боксу. Учебный сезон только начался, но здесь уже идут активные тренировки. Для того, чтобы юные спортсмены были в форме и смогли подготовиться к первым соревнованиям, тренер Тимур Идрисов начал занятия еще в августе. Но это не говорит о том, что группы сформированы. Здесь готовы принять всех желающих. Набор продолжается, мы принимаем всех желающих. Единственное возрастное ограничение – это с 10 лет юноши и девочек также принимаем. Тренировки проходят у нас в понедельник, среда, пятница, с половины четвертого. И запись в эти же дни проходит. Техническое оснащение позволяет проводить качественные занятия. Так, в этом году, благодаря поддержке администрации города, установлен профессиональный ринг. Планируется закупить новые боксерские перчатки и боксерские груши. Бокс вошел в программу развития опорных видов спорта в городе Кумертал. В этом же списке борьба дзюдо. Каждый ребенок одарен. Главное – это вовремя увидеть и начать развивать, считают педагоги. Заслуженный тренер СССР Александр Погребач говорит, что готовый работать с каждым ребенком. Главное, чтобы у него была медицинская справка, разрешающая заниматься борьбой. Физическое же развитие и подготовка не имеют никакого значения, говорит тренер. Мы, наоборот, стараемся больше привлечь таких слабых мальчишек, чтобы они здесь развивались лучше и занимались поменьше болерием. Стараемся ходить в лес по возможности, по погоде. Занимаемся в зале. Очень большое внимание акробатики и гимнастики. Подтягиваемся на канате. Ну и самое главное наш профиль – это единоборство борьба, дзюдо, отработка приемов. В первую группу уже записались 20 ребятишек. Занятия прошли в игровой форме, и детям все понравилось. Играть в «Три медведя», заниматься, куруки делать. Успех ребенка в этом виде спорта немало будет зависеть, конечно, и от желаний самого ребенка и его родителей. Дзюдо. Ребенок сам пожелал. Руководитель замечательный. Мы определились еще в том году. Мы хотели сначала в Харате его отдать, а потом передумали и все-таки решили в дзюдо. Потому что наши знакомые ходят, им очень нравится, дети довольны. И как бы мужское прям такое воспитание хорошее идет. И поэтому именно к Сан Санычу мы решили его отдать. Много секций начнут свою работу и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». Фоки, плавание, греко-римская борьба и игровые виды спорта. В этом году на плавании разработана отдельная программа для начинающих заниматься плаванием детей. Поэтому годичные программы, двухгодичные. С этого года мы набираем маленьких детей, чтобы они могли научиться плавать и дальнейшие повышали свое мастерство. Одни выбирают спорт, другие – творчество. Объединением всех направлений работы с детьми является Центр детского творчества. В эти дни здесь проходят Дни открытых дверей. На экскурсии приходят дети из разных школ города. Здесь они знакомятся с педагогами, принимают участие в игровых программах и пробуют выступать на сцене. Спортивная аэробика, бисероплетение, шитье, вокал, танцы – это лишь часть всех направлений работы. Традиционно в Центре детского творчества в начале сентября проводится неделя открытых дверей. Педагоги отдела художественной самодеятельности, спортивного отдела, декоративно-прикладного творчества, технического творчества с удовольствием приглашают в свои объединения, рассказывают игровые программы, проводят развлекательного характера и знакомят всех желающих с деятельностью своего отдела. Одним из новых направлений работы в этом году будет кружок робототехники. Это направление позволяет практически подготовить будущих инженеров, которые смогут применить на практике свои знания. Здесь будут изучать на практических примерах развития физических явлений и программирования электроники. Учреждения дополнительного образования есть в разных частях города. Это и станции юных натуралистов, юных техников, спортивная школа, оздоровительные комплексы, творческие студии в Доме культуры «Рассвет» и многие другие. Для того, чтобы выбрать занятия для ребёнка, совсем не обязательно ходить по всем этим учреждениям. Обо всех кружках и секциях подробно можно узнать на ярмарке дополнительного образования. В этом году она пройдёт в субботу, 10 сентября, на площади Советов. Продолжение следует...